Есть очень грустная статистика. Она говорит о том, что большинство жертв знают своего убийцу лично. Часто это мужья, жены или друзья. Убийцы, выбирающие жертв наугад, это страшное, но редкое явление. Об их жертвах потом говорят, что они просто оказались не в том месте, не в то время. Именно поэтому серийники нас так и пугают. Но иногда страшные преступления совершают те, кто, как принято считать, на такую жестокость вообще не способен. Всем привет! Добро пожаловать в гости к мистике. О сегодняшнем деле я видела много видео, но мне все равно оно кажется очень интересным и заслуживающим внимания. Дело это необычно, хотя бы потому, что за все эти годы, что я веду канал, таких похожих на эту историю я видела всего несколько. И может быть у меня там два видео есть, или вообще даже одно, чтобы я могла вспомнить прямо вот сразу. В этой истории есть что обсудить, она, конечно, безумно печальная, и там есть о чем поговорить и какие выводы сделать. Так что, как всегда, мы с вами встретимся в комментариях. Я поделюсь своими впечатлениями здесь, в видео, и потом буду читать ваши мысли, и так, как мне кажется, создается такое ощущение от диалога. Иногда на комментарии я отвечаю, а иногда просто ставлю лайк и остаюсь послушать, что скажут другие. Порой вы обращаете внимание на то, что я сама даже не замечала и до чего я сама не додумывалась. Я рада видеть вас на моем канале снова. Я надеюсь, мы с вами будем много раз еще здесь встречаться. И если что, подпишитесь на мой телеграм. А если вы не подписаны на меня здесь, то, пожалуйста, делайте это смелее. Ничего неожиданного здесь не будет. Все, как всегда, уже, не знаю, сколько, 6-7 лет. Криминал, какие-то странные происшествия, истории с счастливым концом, где кто-то выжил. Серийные убийцы, катастрофы и всякие разные трагические события. Все отсортировано по плейлистам у меня, так что, пожалуйста, заглядывайте туда. И пишите, каких тем, каких историй вам хотелось бы больше видеть на моем канале. Ну а пока, давайте после короткой рекламы будем разбираться в сегодняшней истории. Осень для меня всегда пора активной работы. Я оцениваю, какие темы вам интересны, куда мне двигаться дальше, исправляю то, что мне самой не нравится. Работаю я и над собой. Активно тренируюсь. И моим тренировкам не помешает ничто. Ни плохая погода, ни недостаток времени. Все потому, что тренируюсь я дома с помощью моей любимой платформы FitStars. Здесь есть все. И силовые, и кардио, и танцы, и йога, и даже простые зарядки и стретчинг. Есть даже суперкороткие тренировки от 7 минут. А еще тут есть целые программы, направленные на одну конкретную цель. Похудение, здоровая спина, сильные ягодицы. Выбирай, что хочешь. Все это доступно по одной подписке. У меня безлимитный тариф. Да, безлимит навсегда вернулся. Он дает вам бессрочный доступ к FitStars. Платформа развивается очень быстро, поэтому успевайте оформить подписку сейчас. Ведь именно сейчас, до конца сентября, при оформлении подписки, вы получаете сертификат на спортивный ковер и латексные фитнес-ленты, а также денежные сертификаты в фирменный магазин FitStars Shop. Условия акции ищите на сайте. Кстати, здесь теперь доступна рассрочка на 6 месяцев. А еще при покупке безлимита вы получаете баллы в FitMost, которые можно потратить на походы в салоны красоты, спа и бассейны. Акция действует до 30 сентября этого года. И не забудьте нажать на кнопку «Участвовать в личном кабинете». И тренируйтесь, чтобы получать призы. И каждому, кто оформит безлимитную подписку и выполнит 100 тренировок, в FitStars сажают дерево в своем лесу. Сейчас самое время начать тренироваться. Когда я начинала полтора или около того года назад, мне казалось, что это безумно сложно. Но самое сложное – это именно начать. Все. Включили видео и повторяем упражнения за тренером, как на персональной тренировке. И только сейчас по моему промокоду у вас будет скидка 70% на безлимит навсегда. Хватайте промокод и ссылку на FitStars в описании под видео. И тренируйтесь в свое удовольствие. Кимберли Роуз Эдвардс, которую все звали просто Ким, родилась 13 июня 2001 года в Англии. Ее мать зовут Элизабет Эдвардс. Отца Ким зовут Питер. Он был молчаливым и агрессивным. Мужчина бил свою жену. Но, несмотря на это, когда Ким было чуть больше года, в семье появилась еще одна девочка. Ее назвали Кэти. Ким унаследовала вспыльчивый и неуравновешенный характер отца. А вот Кэти была спокойнее. Она росла нежной девочкой. Была очень близка с матерью. Когда Ким было всего два года, Элизабет и Питер развелись. Точнее так, Элизабет ушла от мужа. Пока шел бракоразводный процесс, Элизабет приходилось переезжать из одного приюта для женщин в другой. Ей просто некуда было идти. В конце концов, у нее получилось начать свою жизнь заново. Элизабет нашла работу поваром в школе, а в свободное время она руководила церковным хором. Все коллеги, дети в столовой, друзья знали ее как улыбчивую, приятную и добрую женщину. Кэти, младшую дочь Элизабет, описывали точно так же. Она старалась всем помогать, в школе была прилежной ученицей. Ким же была замкнутой, хоть в школе у нее и были какие-то друзья. У Ким и Кэти была старшая единоутробная сестра по имени Мэри. Она была дочерью их матери от другого мужчины. У нее с девочками были не очень близкие отношения, поскольку она была намного старше, и у нее уже были свои дети и муж. И жила она отдельно от Ким, Кэти и Элизабет. Ким и Кэти же, особенно в раннем детстве, были не разлей вода. Их даже называли Элма и Куки Монстр в честь неразлучных персонажей из детского шоу «Улица Сезам». То есть даже несмотря на разные характеры, сестры довольно просто находили общий язык и были дружны. По крайней мере, до поры до времени. В 2016 году семья жила в городке Сполдинг в Линкольншере. Городок этот довольно небольшой. Тут живет всего около 35 тысяч жителей. Сполдинг пополам делит река под названием Уэлланд. На ее берегах стоят классические английские домики. Вокруг Сполдинга густые леса и изумрудно-зеленые поля. Сегодня в Сполдинге выращивают цветы. Здесь много цветочных ферм. А до 2013 года здесь проходил даже цветочный фестиваль. У города очень тесные связи с Нидерландами. Некоторые нидерландские компании выращивают тюльпаны и на здешних полях. В городе есть несколько школ, небольшой госпиталь, а по реке ходит водное такси. Сполдинг кажется очень приятным, тихим городком. Люди здесь приветливы. Городок этот считают отличным местом для молодых семей. И какие-либо происшествия случаются здесь крайне редко. Однако в 2016 году Сполдинг потрясло криминальное дело, из-за которого о городе вскоре узнала вся страна, а потом и весь мир. Имена Ким Эдвардс, обычной ученицы из средней школы, и ее матери Элизабет были у всех на слуху. Но началось все немного раньше. В 2006 году, когда Ким было всего пять лет, а Кэйти четыре, мать сильно ударила старшую дочь. Элизабет не разрешала Ким смотреть телевизор, и та, видимо, нарушила запрет. После этого мать, видимо, движимая чувством вины, сама пошла в службы опеки, и детей на несколько месяцев забрали в приемную семью. Потом девочек вернули, но Ким навсегда запомнила этот инцидент. Даже несмотря на то, что Элизабет раскаялась в содеянном, и больше никогда не позволяла себе так с ней обращаться. Ким всегда казалось, что мать сильнее любит Кэйти, свою маленькую копию, как она ее называла. Было ли это действительно так, неизвестно. Но вскоре в поведении Ким начали проявляться тревожные звоночки. Началось это примерно в 2013 году. Ким стала часто ругаться с матерью, обвиняя ее в том, что Кэйти ее любимица. Потом у Ким началась довольно затяжная депрессия. Ее даже отправили к школьному психологу. И ему девочка сказала, что мать однажды во время очередной их ссоры принялась ее душить. С Элизабет поговорили, но она все отрицала. Дальше это дело никак не продвинулось. В итоге школьный психолог оценил депрессию Ким по шкале от 1 до 10 на 2 балла. Но забегая вперед, мы можем сказать, что проблемы у девочки явно были намного серьезнее. Примерно в то же время Ким стала общаться со своим одноклассником по имени Лукас Маркхам. Они вместе учились в Сполдинской средней школе. Знакомство их случилось немного странно. Ким однажды вошла в класс, а Лукас в этот момент кинул в кого-то стулом. Ким это впечатлило. Она заговорила с парнем, и молодые люди подружились. Еще через два года, в мае 2015-го, Ким начала встречаться с этим Лукасом. В этих отношениях Ким словно расцвела. У нее появились новые друзья, она стала более общительной, много улыбалась и шутила. Вместе с новым парнем они ходили по торговым центрам, гуляли по городу, сидели в Макдональдсе. Но Лукас для девочки не был хорошей партией. Он был проблемным подростком. Он рос в неполной семье. Его мать умерла, когда ему было всего 4 года, а отец был алкоголиком и бил мальчика. Проведя несколько лет в детских домах и в приемных семьях, Лукас стал жить у своей тети в Сполдинге. Он часто вел себя довольно агрессивно с другими детьми. И его, в отличие от Ким, которую описывали как довольно веселую и милую, называли хулиганом. Но Ким именно это и притягивала. Ее мать Элизабет эти отношения не одобряла. Более того, она пыталась всячески им препятствовать. Возможно, основной причиной стало то, что Ким стала иногда появляться дома с фингалами и синяками по всему телу. Лукас точно бил Ким, а иногда писал ей жуткие сообщения в соцсетях. Обзывал ее. Элизабет, которая сама в свое время прошла через домашнее насилие, видела это и прекрасно понимала, что происходит. Разумеется, она боялась за свою дочь и не хотела, чтобы они с Лукасом продолжали отношения. Ведь ей же всего 14. Взомнив себя Ромео и Джульеттой, Ким и Лукас продолжили встречаться. В октябре 2015 года, вновь поругавшись с матерью, Ким сбежала из дома вместе с Лукасом. Скрылись они на своих велосипедах, прихватив с собой лишь еду и палатку. Повторюсь, обоим на тот момент было всего 14 лет. Их, конечно, бросились искать. И нашли лишь 6 дней спустя мирно спящими в лесу. После этого Элизабет потребовала, чтобы дочь рассталась с парнем. Ким, однако, продолжила встречаться с Лукасом. Где-то в 2016 году Элизабет взяла из приюта маленького беспородного щенка. И теперь он жил вместе с семьей. Где-то между октябрем 2015 и мартом 2016 года Лукаса исключили из школы. Сюрпризом это ни для кого не стало. Его поведение всегда оставляло желать лучшего. К тому же он прогуливал уроки и плохо учился. Его поместили в специализированную школу для проблемных подростков. Тем не менее, для Ким, которая виделась с парнем чаще всего именно на уроках, это стало трагедией. Это правда было таким серьезным ударом для девочки, что в марте 2016 года Ким попробовала покончить с собой с помощью обезболивающих. Девочку откачали, но она провела целых два дня в больнице. Как только она вернулась домой, мать опять отправила девочку к психологу. Терапия, видимо, в ее случае не сработала. Элизабет, как могла, старалась наладить отношения с дочерью. Она винила во всем происходящем Лукаса и думала, что как только ее дочь перестанет с ним встречаться, все вернется на круги своя. Но Ким отношения прерывать не хотела. И во всем этом хаосе в какой-то момент появился еще один деструктивный элемент – вернулся их папаша. Ему вдруг ни с того ни с сего захотелось наладить отношения с дочерьми. Элизабет была, разумеется, против, а вот Ким захотела видеться со своим отцом. Именно на этой почве в апреле 2016 года Элизабет и Ким сильно повздорили. Это был самый настоящий скандал. Закончился он тем, что Ким ушла из дома к Лукасу, и они забрикадировались у него в комнате на целых несколько дней. Но выйти из укрытия Ким все-таки пришлось. Беглянка забыла дома противозачаточные таблетки. Вернувшись домой, она обнаружила, что мать выбросила все ее вещи, оставив в ее комнате лишь кровать. Но не это больше всего разозлило Ким. Некоторые ее личные вещи мать отдала младшей сестре. И это показалось Ким самым настоящим предательством. Такое не прощают. Ким осталась жить дома с матерью и постоянно жаловалась на мать своему бойфренду. Но в какие-то моменты казалось, что отношения с матерью у нее начинали немного улучшаться. Но это были лишь короткие моменты просвета во время бури. И в один прекрасный день Лукас невзначай пошутил, что мать Ким хорошо бы прикончить. Ведь тогда на их с Ким пути к счастью больше не будет преград. Лукас пошутил. Для него это действительно было шуткой. Но у Ким загорелись глаза. Вот это идея. Как это они раньше до этого не додумались? Конечно, надо убить Элизабет, и все будет хорошо. В их плане, по мнению самих подростков, была лишь одна загвоздка. Паянька Кейти, которую Элизабет очень сильно любила. Лукас и Ким пришли к выводу о том, что 13-летняя Кейти наверняка вызовет полицию, если они убьют их с Ким мать, когда она будет находиться дома. Ну, а они планировали нападение ночью. План, кстати, они продумывали, сидя в Макдональдсе. Если подросткам удастся избавиться от Элизабеты Кейти, то следом, в лучших традициях шекспировских трагедий, уйдут и сами влюбленные. Чтобы их уж точно никто больше не разлучил. Ким и Лукас не очень понимали, как привести их план в действие. И у Ким появилась идея. Она решила проконсультироваться у их одноклассника по имени Адам. Дело в том, что на его отца однажды напали какие-то подростки и жестоко расправились с ним, оставив Адама сиротой. Лукасу и Ким хотелось узнать у него все подробности произошедшего. Адаму тогда это странным не показалось. Ну, хотят они знать детали убийства его отца, ну и что подросткам многое может быть интересное. Может, он не мог как-то отстоять свои границы и сказать, что это очень деликатная для него тема, и он не хочет ее обсуждать. Ему пришлось выложить все, что он знал. И, основываясь на полученной у Адама информации, парочка решила, что проще и быстрее всего будет перерезать Элизабет и Кэти горло. Все, план готов. Нужно срочно его исполнять. В то время Ким каждый день ругалась с матерью. Они кричали друг на друга по любому поводу. Так Ким решила, что пора. 13 апреля ночью Лукас, вооружившись комплектом кухонных ножей, пробрался на второй этаж дома Ким и три раза постучал в окно ванной комнаты. Это был сигнал. Ким открыла ему окно и впустила парня. Взяв один из ножей, Лукас вошел в спальню Элизабет. Подросток сходу нанес женщине несколько ударов в область шеи. Он метил в голосовые связки, чтобы она не смогла закричать, но промахнулся. В панике он решил, нужен план Б. Он взял подушку и плотно прижал ее к лицу Элизабет. Женщина сопротивлялась. И 14-летнему подростку пришлось забраться на кровать и навалиться на подушку всем своим весом. Ким в это время стояла за дверью. Она ждала, пока Лукас закончит. Она слышала все, что происходило в спальне. В какой-то момент Ким даже вошла внутрь, проверить, как продвигается их страшное дело. И в темноте она нащупала на кровати чью-то руку. Поняв, что это рука ее умирающей матери, Ким отбросила ее. Смерть пришла к Элизабет небыстро. Женщина боролась до последнего. Я зашла в комнату проверить, что происходит. А то я услышала там шум и все такое, и решила посмотреть, все ли у него там хорошо. Он сидел на ней верхом, закрыв ей лицо подушкой. Вроде я даже услышала, как она сказала «слезь с меня». Но, может, и нет. Минут через 10 она умерла. Так потом вспоминала этот момент Ким. Теперь, когда Элизабет мертва, Лукас переключился на Кэти. Согласно плану, расправиться с ней должна была сама Ким. Но она призналась своему возлюбленному, что не может этого сделать. У нее началась паническая атака, и она закрылась в ванной. Девушку трясло. Тогда Лукас велел ей не беспокоиться и сам пошел в спальню Кэти. Не дрогнув, не сомневаясь, словно робот, он сделал с сестрой Ким все то же самое, что и с их матерью. А Кэти во время нападения на Элизабет вообще спала. То есть, если бы они расправились с Элизабет и ушли к Лукасу или просто в лес, то она бы точно сразу не смогла бы позвонить в полицию. Она бы это сделала, скорее всего, с утра, обнаружив мать мертвой. У Кима Лукаса было бы часов десять, чтобы сбежать. Проснувшись от ударов ножом, Кэти тоже пыталась защищаться, но ей не удастся спастись. Девочка погибла в своей кровати, в позе, по которой полицейские позже сделают вывод, что она отчаянно боролась за свою жизнь. Когда дело было закончено, Ким и Лукас решили, что выпить яду или покончить с собой другим способом, как они изначально планировали, будет слишком. Поэтому они спокойно приняли ванну вместе, отнесли матрас в гостиную, занялись сексом, а потом сели смотреть сумерки с печеньем и мороженым. Запивали сладкое они алкоголем, который нашли на кухне у матери Ким. А потом парочка тихо уснула за просмотром последнего фильма трилогии. А тела Элизабет и Кэти так и остались лежать в спальнях наверху. Следующим утром тетя Лукаса Маркхэма заявила о его исчезновении в полицию. Вскоре искать стали и Элизабет, мать Ким. Во-первых, она не явилась на работу, а во-вторых, у Элизабет тогда был бойфренд, дальнобойщик по имени Гре. Ему она не отвечала на смс и звонки. Он-то и позвонил в полицию. Об исчезновении Ким и Кэти заявили учителя из их школы. Ни одна из сестер не пришла на уроки. Еще через день, 15 апреля, в дом Элизабет постучались полицейские. Они приходили на самом деле и днем ранее, но за дверью была гробовая тишина. Вломиться внутрь просто так полицейские не могли, поэтому они ушли. Однако 15 числа за дверью был слышен лай собаки, вот того щенка, которого перенесла домой Элизабет. И полицейские решили, что все-таки нужно взломать дверь. Может, семья отравилась угарным газом или еще чего. Может, собаку оставили одну в опасности. Когда полицейские вошли в дом, они обнаружили Лукаса и Ким мирно отдыхающими на матрасе в гостиной. Парочка просидела так почти 36 часов. На вопрос, где Элизабет, они получили интересный ответ. Лукас сказал. «Безбегайте наверх, сами гляньте». Комната женщины была залита кровью. Рядом с ее телом лежал нож. Элизабет все так же лежала на кровати. Кэйти тоже так и оставили в ее комнате. Но ее лицо было закрыто белой простыней. Возможно, это сделала Ким. Она не могла смотреть на мертвую сестру. Ну или по другой версии, ей просто не нравился запах крови. Где-то на втором этаже обнаружили собаку. Восьмимесячный щенок был закрыт в клетке. Но, к счастью, пес был в порядке. Первым делом полицейские вызвали сестру Ким и Кэйти по имени Мэри. Она должна была опознать тела. Женщина не могла поверить в случившееся. А еще она переживала. Где Ким? И все ли с ней в порядке? До опознания я не понимала, что случилось. Я думала, ну вот я приеду, а там ни мама, ни Кэйти, ни они. Но как только я открыла дверь, я все сразу поняла. Я заплакала. Нет, это они. Это правда. У меня больше нет ни мамы, ни сестры. Полицейские стали искать объяснение произошедшему. Ким и Лукас стали первыми и единственными подозреваемыми. А газеты, правда, почему-то писали, что в убийстве подозревают двух мальчиков-подростков. Но вскоре все прояснилось. А еще через день Лукас и Ким сами рассказали полицейским, что это все сделали они. Что случилось? Что сподвигло тебя на это? Почему ты решила это сделать? Это же все очень серьезно. У тебя, как ты сама говоришь, есть на это причина. Какая? Мы с матерью никогда не ладили. Я знала, что она сильнее любит мою сестру. Хоть она и говорила, что это не так, я все равно понимала, что она врет. Ну и ладно. Это случилось быстро, поэтому я абсолютно спокойна. Мы ее не мучили. А что ты думаешь обо всем этом сейчас? Да то же самое в принципе. Теперь маме не нужно решать мои проблемы. А ведь я порой думаю о том, чтобы все закончить. Теперь ей не нужно каждое утро просыпаться и думать, гадать, жива ли я. Да и моя сестра уже не будет так переживать в случае чего. Заметили, как она говорит? Она говорит монотонно, тихо и вообще без эмоций. Словно перечисляет список продуктов в магазине. Ким говорила, что не сожалеет ни о чем. Что матери и сестре теперь только лучше. А вот что сказал ее возлюбленный. Я зашел в комнату ее матери. Она спала на боку, и я пронул ее в шею. Закрыл ей лицо подушкой. Когда я понял, что она умерла, я пошел в комнату Кэйти. Вроде я и по ней ножом прошелся, но мог промахнуться и попасть по матрасу. Не могу точно сказать. А зачем? Почему и Кэти тоже? Ну, она бы позвонила в полицию. Это была единственная причина? Ну да. Оба подростка сначала признались в непреднамеренном убийстве. То есть на вопрос, признают ли они свою вину в спланированном преступлении, они ответили нет. Ким начала обосновывать это тем, что она психически нездорова и не может нести ответственности за свои действия. У Ким, кстати, есть все признаки социопатии, но этот диагноз девочки не поставили, поскольку его можно ставить лишь с 18 лет. Но этот диагноз в то же время никак не влияет на то, что Ким не отличала, что хорошо, а что плохо, и не знала, что убивать мать и сестру – это преступление. Она прекрасно знала, что делает. 10 октября 2016 года Лукас все-таки признался в преднамеренном убийстве Элизабет и Кэйти. 18 октября Ким признали виновной в убийстве матери и сестры. Суд присяжных вынес это решение единогласно. Я смотрела на Ким, и мне хотелось перепрыгнуть через стол и дать ей пощечину. А потом она посмотрела на меня, и у нее хватило наглости мне ухмыльнуться. Она улыбнулась, как будто смеясь. Я взглянула на нее и ушла. Меня затошнило. Теперь я постоянно задаюсь вопросом. Почему Кэйти? Зачем убивать ее? Я не думаю, что когда-либо найду ответ на этот вопрос. Рассказывает сестра Ким, Мэри. Она присутствовала на всех судебных заседаниях. 10 ноября 2016 года Лукаса и Ким приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 20 лет. Подростки стали самыми молодыми преступниками, приговоренными к пожизненному заключению и осужденными за убийство во всей истории Британии. Но и Лукас, и Ким смогли оспорить этот приговор. И им дали лишь по 17,5 лет тюрьмы. На сегодняшний день они уже провели за решеткой по 7 лет. Убийцы выйдут на свободу, когда им будет под 30. Вероятнее всего, так как на момент совершения преступления им еще не было 18 лет, Лукасу и Ким дадут новые имена и фамилии, чтобы в родном городе их никто не узнал. Убийство Элизабет и Кэти потрясло всю Великобританию. В первую очередь потому, что убийцам было всего по 14 лет. Но больше всего поражало, что они ни секунды не раздумывали над последствиями. Не раскаивались и не сомневались. Не жалели ни о чем. А могут ли вообще такие люди, как Лукас и Ким, мирно жить после освобождения из тюрьмы? Могут ли они исправиться? Что будет, когда они выйдут из-за решетки? Вот такая история, друзья. Пишите, что вы думаете об этом деле. Для меня дети — это всегда, вообще, если я вижу детей, это всегда что-то абсолютно невинное. Да, они могут там иногда плохо себя вести, истерить на полу или, не знаю, скандалить. Но это же дети, ну ты как-то настроен, ты им все прощаешь, ты их видишь, они такие милые, смешные, маленькие человечки. И неважно, это подростки уже, которые вот такие противные, или это, не знаю, груднички. И когда слышишь о чем-то страшном, что сделали дети, как-то это вообще не вяжется. Не хочешь это признавать. Но видите, как бывает. И еще, что меня интересует, это... Ну, конечно, сложно сейчас будет так сказать, и это просто вилами по воде, но подростки в целом — это очень нестабильный народ. Но где эта грань между... Ну, ничего страшного, это маленький взрослый, и он вот сейчас себя ищет, он в поиске. И, похоже, это диагноз, и она способна на что-то страшное. Где эта грань, и где нужно... Где можно простить, а где уже пора волноваться. Ох. И я много мыслей посвящаю именно Ким, а не этому парню, потому что как будто бы, видите, Ким... Она же не убила сама. Она не смогла этого сделать. А он смог. Что там у него? Какой там у него психический диагноз? И как это случилось? Но, похоже, этот парень просто был рожден таким... Вот мы с вами рассуждали, рождаются или становятся серийными убийцами. Ну, вот тут, похоже, первый случай, когда просто он так родился, и еще вся среда вокруг него сложилась так, что он был способен на жуткое хладнокровное убийство. Оставлю вас с этими мыслями. Пишите, что вам хочется сказать, и что вам хочется обсудить. Спасибо большое вам за просмотр. Я надеюсь, мы с вами увидимся совсем скоро. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Привет от моей собаки, как всегда. Всем спокойной ночи и пока.